Всем привет! На связи Моника и у меня впервые в кадре только лишь руки. Потому что раньше у меня не было возможности записывать для вас о схламлении. Да и честно говоря, это не мой любимый формат, потому что я не люблю расхламляться, я плюшкин. Мне жаль всегда что-либо выкидывать. Поэтому я искренне надеюсь, что это видео сподвигнет меня на то, чтобы даже из стыда перед вами не прятать обратно в закрома какие-то столетние помады, а наконец-то от них избавиться. Давайте начнем с помадки от Colourpop. Я буду идти по порядку. Здесь не все, у нас всего будет около 40 помад, но я буду подтаскивать новые помады, вот когда мы разберемся с этим хотя бы, как это назвать, с копищем. Помада от Colourpop. Я ее частенько свечу, когда окрашусь. Я думаю, вы ее все знаете уже у меня с канала. Она симпатичная очень и я не буду от нее избавляться, потому что она не слишком старая. Я ее частенько пользуюсь. В целом она мне очень нравится, просто даже поднимает настроение. Вот следом, а следом я даже достану раз, два, три, четыре, так, пять. У меня много этих помад пинаповских и мне нужно очень хорошенько с ними разобраться. Кажется, у меня их всегда было шесть. Ой, надеюсь, вам меня слышно. Вот это вот, извините, будет торчать, это ножка от микрофона. Никуда от нее не деться. Так, вот с этими малышками нам нужно серьезно поговорить, потому что я их покупала довольно давно. И как-то уже, наверное, негоже ими пользоваться, хотя есть тут очень залюбленные экземпляры. Ну что ж, начнем с самого светлого, песочного такого нюдового 519 номера Оливия. Я очень люблю этот цвет за то, что он не притязательный. Он всегда дополняет макияж, не тянет на себя одеяло, и мне он идет. Но сейчас помада очень хорошо нанеслась, потому что я на руки нанесла недавно крем, но в целом она наносится очень сухо. И это меня, конечно, в ней всегда раздожало. Не знаю, Оливия, думаю, что с ней пора попрощаться. Следом, 520 номер, Алекс. Эта помада у меня будет целой, как видите, потому что цвет такой довольно темный и не совсем у меня ходовой. Алекс. Даже сейчас можно видеть, что Алекс наносится неравномерно. Вот это проблема, конечно, люкс-визажевских темных помад. Они наносятся жутко плешиво. Ну, не жутко плешиво, но довольно-таки плохо. Именно темные. И вот наглядный пример тому, что я говорила. 526 оттенок Джессика. Красивый цвет, но опять же, контрастный очень для меня. На жирную руку немножко лучше нанеслась Джессика, но я помню, что на губах она выдает очень веселые моменты. Такие, знаете, ну, со знаком минус, конечно. 524 оттенок Белла был у меня в свое время тоже очень ходовым. Как вы видите, истрачено полтюбиком. И для меня это результат хороший. Белла очень красивый ягодный цвет. Ну, даже не ягодный. Ну, даже не знаю, как его описать, но на губах смотрится хорошо. На моих. А следом Великая Кара. 504 оттенок. Там, я не знаю, кто покусал Кару. Не знаю. Но, как видите, Кару я тоже истратила довольно-таки хорошо. И люблю эту помаду. Даже недавно как-то относительно ей тоже пользовалась. Видите, они с Беллой очень похожи. Но Кару обычно на губах как-то посветлее и более мрачная такая. Как бы мы сейчас сказали, трупненькая. Кару это уже классика какая-то белорусской косметики. Хотя, мне кажется, сейчас об этих помадах уже почти никто не говорит. И 522 оттенок. Аманда. Это тоже темный оттенок, насколько я помню. А нет. Аманда такая интересная. Как-то я ей маловато пользовалась. Но все же она немного истрачена. Как же выглядит Аманда? О, мое сердечко сейчас станет. Это же такой какой-то красивый, сложный цвет. Как мне выбросить Аманду? Как мне выбросить вообще все эти 6 помад? Они для меня такие ностальгические. Они мне всегда были дороги тем, что стоили очень недорого. Спасите за тавтологию. И даже когда не было особо много денег, а я хотела попробовать на себе разные оттенки, понять, что мне подходит, что мне не подходит. Поэкспериментировать вот с такими темными цветами, они меня очень сильно выручали. Я, пожалуй, оставлю себе лишь Аманду. Это у нас идет на выброс. Аманда пока остается. Я хочу про нее вспомнить и ей накраситься еще несколько раз хотя бы. Двигаемся дальше. Ну, это чудо. Это от бренда Вайба, если я не ошибаюсь. Вайба, по-моему. Да, да, здесь написано. Это голографическая некая помада. Ух, какой дэнс, дэнс, дэнс. Очень красиво переливается в искусственном освещении. Как тени, на самом деле. Это были бы отличные тени для век, если бы не ее кремовая текстура. Давайте посмотрим, правда, в глаза. Я эту помаду носить не буду. Это, наверное, не мой стиль. Поэтому ее, даже без больших сожалений, отправляю в расхламление. Следом идет помада от Maybelline оттенок 988 Brown Sugar. Матовая помада. Помада здоровская, но мне с ней сложно. Потому что, если я ее наношу не тонким слоем кистью, а нормально, со стика, по-быстрому, то она мне не идет, как ни странно. Вот тонким слоем она как-то смотрится на мне более гармонично. Хотя, вроде как, цвет должен подходить и к рыжим волосам, и к цветотипу нынешнему, но не ладится. Поэтому, не знаю, оставляю на подумать. Но у меня есть похожая помада, которая мне таких не выхидывают коней, поэтому, возможно, избавлюсь. И следом помадка от Belle. Такая затертая уже, хотя я ее особо никуда не брала. Помада от Belle тоже. Это из ряда веселухи. А, нет, я вспомнила, эта помада таким ягодным компотом мне всегда веет от нее. Она интересная. Она имеет темный оттенок, но в то же время она блестит. И благодаря этому смотрится она мне даже более гармонично, как ни странно. Ну, вот что мне с ней делать, непонятно. Боюсь, что не буду ее носить. Кого я обманываю? Отправляем ее в ссылку. Следом, моя боль тоже. Это помада от Wet n Wild. Оттенок Sandstorm. Недавно ей пользовалась. И вот когда я ей пользовалась в последний раз, я заметила, что помада хоть и относительно свежая, но она пахнет прогорклым маслом подсолнечным каким-то, знаете, когда она уже каким-то подсолнечником отдает. Очень жаль, потому что цвет для меня шикарный, он мне подходит, такой тарракотовый. Но я понимаю, что на самом деле, вот сами подумайте, ну масло прогоркло, оно не ядовито. Ну, то есть мы же его внутрь не употребляем. Ладно, там даже если съесть эту помаду, ну, мне кажется, ничего не будет. Но просто неприятно. Я чувствую, что она, грубо говоря, стухла. Поэтому, увы, прощаю. Хотя, жалко, я ей мало очень попользовалась и оттенок мне подходил. И да, сейчас все идет так бодренько, я сама поражаюсь, но дальше я чувствую, я буду торговаться за многое. Хорошо, идем дальше. Помада от NYX. У меня две их, кстати, сразу достану вот вторую. Обе люблю, от обеих пока не хочу избавляться. Они относительно новые. Ну, как относительно новые, это значит, что им, знаете, где-то... О, видите, NYX треснула. Или что это с ней? Она подсохла. Ну, в общем, да, помады относительно новые, но уже иссохлись от старости. Ну, ничего, она еще и сует, она еще послужит нашему королевству. Я чувствую, мне прилисят за это видео, наверное, много дизов от людей, которые умеют расхламляться. Ну, что делать? Если вы такой же плюшкин, как и я, дайте знать. И вот такой странный, странный оттенок, за который прилетает всегда, что во мне идет. Да, я знаю, но мне нравится, поэтому иногда все же ношу, хоть и этко. Всегда хочется балансировать между тем, что идет, и тем, что просто нравится. Тем не менее, пока оставляю. Эти формулы мне нравятся у помад, NYX они классные. И цвета прикольные. Следом помадки от Essence из линейки This Is Me. У меня четыре помады, потому что как-то я купила на Wildby из Bundle, наверное, будет правильно сказать, из трех помад по цене одной. Но я не знаю, зачем я это сделала, потому что я ими практически не пользуюсь. Типичные покупки на распадаже, правда. Итак, давайте я познакомлю вас с этими малышками в очень-очень экономичных упаковках. Оттенок 20. Unique. Действительно уникальный. Но зараза плешиве так, что просто прячься в кусты и не высовывайся. Оттенок 14. Помада под номером 05 Legendary. Моя любимая. Именно этой помадой, вот эта вот дубль Legendary тоже. Но эта помада в ужасном, к сожалению, состоянии. Причем я ничего с ней плохого не делала. Она сама, вот видите, какой стала. Ну, горбун из Наттердама. Извините, не хотела обидеть людей с некими физическими моментами. Но просто, как там она называется? Ледженды и здорового человека, и Ледженды и Куильщика. Да, я боюсь, что это видео вам будет вообще не видно, наверное. Надо как-то стараться смотреть, что я вообще снимаю. Ледженды и Куильщика я отправляю в утиль, потому что зачем мне ее хранить и экономить, если у меня есть точно такой же дубль, нормальный с виду. Это имело бы смысл, если бы я была рациональным человеком, у меня было бы там 2-3 помады, ну 5. А так, вот остаются и малышки, и с ними сейчас будем разбираться. Как видите, вот эти две практически новые. Может быть, один или два раза мне воспользовалась. Это точно оставляю, потому что мне очень нравится сам оттенок. Надо как-то мне в кадр попадать. Если я до этого в кадр не попадала, простите, пожалуйста. Я сейчас буду стараться исправиться. Эта помада, как я уже сказала, тоже оранжевая, похожа на NYX, но немножко в другой формуле. И это черника. Черника, к сожалению, пляшивит. Жестко просто. Но жаль, помада новая. Вот эту, кстати, можно кому-то отдать. Не знаю, кому понадобится такой бешеный цвет, еще и пляшивый. Мне? А что? А у меня такого цвета в коллекции нету. А вдруг мне захочется накраситься? А вдруг будет не слишком заметно, что она пляшивая? Ну, началось. Оставляю. Раз. Ну, оранжевую оставляю, потому что почему бы не оставить ее? Два. Ну, и идет обновленная Legendary копилку. Мы закончили с первым рядом. Мы освободили 4 ячейки. Я считаю, это успех. Эд номер 2. Тинт для губ от Eloy. Тинта осталось, как видите, не очень много. Треть где-то. Оранжевый тинт. Мне кажется, он загустел. Хотя нет. Но, как ты знаешь, он уже тоже такой замшелый. Тинт, прощай. Если ты мне понадобишься, придется тебя обновить. Так, две помады у меня есть от Leal бренда. Одна из линейки Less Macarons. Одна из линейки Less Chocolates. Обе помадки хорошие. Обе помадки, смею надеяться, еще живые, как внутрь, так и снаружи. Я им периодически пользуюсь. Я их оставляю. Ой, простите, я не буду их свочить. Просто потому, что очень еленые цвета потом не отмоешь. Ну, я думаю, что если вы смотрите мой канал, вы видели их. Они у меня на губах появляются довольно-таки, ну, относительно часто. Это теплый очень цвет такой. А тот, наверное, можно назвать фуксий. Следом, два пинапа. Номер 20, номер 26. Номер 20 для меня слишком светлый. Его оставляют только если смешивать с другими помадами, чтобы их осветлить. Но у меня для этих целей есть уже помада от Eloy. Я специально, кстати, покупала для этих целей. Поэтому пинап номер 20, прощай. Без сожалений. Ну, к тому же, уже тот же срок годности. Увы. И ах. Номер 26. Вот этот цвет мне, конечно, гораздо больше нравится. Ягодный цвет. Ненавязчивый, приятный, повседневный. Бла-бла-бла. Но, знаете, у пинапов очень их выдает аромат, который быстро портится, как мне кажется. И он и сразу-то немного странный. А уж когда они немножко постоят в коллекции, поскучают, сразу меняется отдушка. И я, пожалуй, скажу второму пинапу тоже до свидания и прощай. Все-таки у меня не лазится с пинапами. Сколько у меня их было? Они вроде неплохие помады. Но я ношу их какое-то время. И потом я просто о них забываю. И всегда хочется что-то другое использовать. Но, как говорится, рука не тянется. Следом помада от Lime Crime. Почему-то она какая-то светлая. Наматывает тюбик. И там какой-то просвет. Что с тобой случилось, крошка? Нептун. Вообще, этот оттенок хоть и темный, но мне он идет. Ну, если с ним все нормально. Ну, вроде да. Нептуна я оставляю. Тем более, это единственная помада от Lime Crime у меня в коллекции. Следом блеск для губ. Позрачный Dragon Glass. Это прям свежак. Так что без комментариев просто, естественно, остается. А вот тут уже интересно. Oh My Lips. Помада от Evelyn. Нюдеский нюд. Приятная по цвету помада. Спасала меня, когда нужно было что-то супер нейтральное. Но она меня всегда чем-то бесила. Она многим нравится, эта помада. Но мне она всегда казалась то ли липковатой, то ли какой. А, в общем, нет. Еще один тинт от Elohim. Этот уже практически не истрачен. А вот не помню почему. Наверное, красный, какой-то неходовой. Наверное, оранжевый мне нравился больше. Что с тобой не так, мой друг? Вроде так и ничего. Носибельно. А где цвет? А, ну вот, пятнышка осталась. Ой, ну этот тинт, не знаю. Может быть, оставить? На случай вдруг поиступа тинта любви. Когда захочется пользоваться только тинтом. Ладно, пусть постоит. По-хорошему тоже нужно было выбросить, но ладно. Нас можно поздравить, все двигается очень быстро и расхламительно. Идем дальше. Это эти. Так, блеск для губ от NYX. Midnight Chaos. Я люблю тебя, блеск. Да, у него уже сломался колпачок. И вечно он мне вымазывает просто руки, когда я пытаюсь его открыть. Да, он тоже уже, наверное, стух. Но, ох. И знаете, да, я еще говорила как-то, что с ним считаю, что я болею. Потому что он очень бледный и делает мои не самые пигментированные губы еще более бледными. Но, знаете что? Любовь зла, полюбишь и козла. Я так его люблю. Заляпанный весь. Вот стыдно такое даже в кадр вообще-то было бы показывать. Но такой классный. Ой, хорошо, что я удержалась и купила только один. А я ведь хотела купить их несколько. Постой еще, блеск. Порадуй меня. Помада от бренда Mina, которую все путают с Зиной. Недавнее относительное приобретение. Где-то летом, наверное, я ее покупала. Ну, то бишь, уже скоро будет год. Но все же. Это помада в картонном футляре. И можно выбирать, насколько я помню, дизайн футляра. То есть вы выбираете цвет помады. И, если не ошибаюсь, отдельно выбираете вот это вот милашество. Я выбрала молнию. Помада сама очень по себе классная. Цвет прекрасный. Это такой нежный, девичий, теплый, розоватый цвет. Очень освежает внешность. Ну, не всякую, но мне нравится, как он смотрится. И, в общем, оставляю, конечно же, Minuzin'у. Она мне нравится. Удачная помадка. О, следом у нас идут помады от бренда Colourpop. Ох, и с этими тоже, наверное, придется расстаться. Вот эта красная помада матовая. Мне не очень нравится ее формула и ее цвет. Ну, матовая, она действительно очень стойкая. Очень сушит губы, намертво просто цепляясь. Я даже сейчас боюсь свочить, потому что не отмою. Ну, поверьте на слово, что это вот такая карминовая красная помада. А эта помада уже из линейки Ultra Blooded Lip, то есть более акварельная. Оттенок Soda Pop. Ой, ну видите, и она уже какими-то кусками набирается. Она просто высохла. Да, это нужно выбрасывать однозначно. Прощай. Следом я достала помаду от Maybelline из линейки Superstay Matte Ink в оттенке 117 Граундбрейка. И это действительно очень похожая помада по цвету на помаду от Colourpop. Но в отличие от Colourpop, эта помада мне больше нравится по формуле. И я ей недавно пользовалась для своего видео про красную помаду. Которую, кстати, рекомендую посмотреть, если вы еще не видели. Интересно и познавательно. Поэтому Maybelline остается. Иногда красный цвет бывает очень нужен. Следом идут очень свежие. Вот действительно последние, наверное... Нет, это последние купленные мной помады от Maybelline. Тоже из линейки Superstay Matte Ink. Из... Как это назвать? Лимитированной C&A Coffee. Или просто C&A Coffee. Ну, помадки очень свежие, поэтому остаются. Свощи на них можно посмотреть у меня в предыдущих видео. И еще одна помада. Очень странный цвет. Называется он 95 Visionary. Он мне нравится, но он желтит зубы. На контрасте фиолетовый цвет вытягивает, к сожалению, всю желтизну. Осмелюсь посвочить. Просто очень прикольный цвет. Грязно-грязно-фиолетовый. Надеюсь, сейчас успею ее стереть с руки. В общем, помада спорная такая. Она не то чтобы украшает внешность. Она призвана выразить, что ли, вашу индивидуальность. Но никак не подчеркнуть некую красоту канонную. Но в то же время, я говорю сейчас, конечно, за свой цветотип. И на ком-то, я думаю, эта помада сыграет и в плане традиционной красоты. Очень здорово. Тем не менее, она остается. К счастью, успела, потому что еще не схватилась помада. Но все же, видите, она оставляет стейн. И тинт, кстати, оставил пятнышко. Вот такой, как синячок. Дальше, вот такой любопытный экземпляр моей коллекции. Rock Chic Rebel Revolution Model Rock Cosmetics. Заказала на Wild Bees. Тогда там был представлен этот бренд. А может, и сейчас представлен. London называется оттенок. Это приятный нюд. С обычным качеством, среднестатистическим. Матовой помадой. Ничего про нее не могу сказать. Ни супер плохого, ни супер хорошего. Но цвет приятный. И знаете, я ее оставлю. Она еще нормальная. И мне нужны такие цвета, потому что от большей их части я избавилась. Следом, две помадки из линейки Eloy Paradiso. Вот эта светлая 01. Она мне подходит только, чтобы разбилять другие помады. Но я ее поэтому и покупала. Оставляю. Это еще не пропащий экземпляр. 02. Приятный, холодный, нюдовый цвет. Красивый. Мне нравится. Тоже оставлю. Это, знаете, что-то в тон ногтей моих. Только чуть более розовый. Ну, красота же. Нет, пока еще оставлю. Пока оставлю. Пусть живут. А вот красная помада из линейки Metallic Velvet. Которая в свое время была таким же хитом. Таким хитом. Но что было, то прошло. Она, по-моему, тоже загустела. Она как-то уже некрасиво вытаскивается. И хоть цвет у нее потрясающий. Такой красный. Как говорится, правильным, холодным подтоном. Который зубы выбеливает, а не желтит. Все же, Metallic Velvet, пойдется нам тебе сказать goodbye. Помада от L'Oreal с этим модным домом Balmain. Я не на стиле, дамы и господа. Ну, это, я знаете, уже и светила, и там во всяких сводч-вечеринках помадных. Это чудик. Тот еще в моей коллекции. Оставлю для креативных образов. Потому что цвет необычный. Но зараза пришивит, конечно, жутко. И пахнет бабушкиным сундуком. Вот зачем давать бабушке на отдушку в помады, которые бабушка просто прокляла бы, если бы увидела. Для меня непонятно. Но, знаете, это как чемодан без ручки. Мне жаль ее выбрасывать. Пусть пока постоит. Просто иногда позалипать, подумать, вот чудная какая. Следом, уже более жизнеспособная вещь. Недавно относительно покупала, наверное, осенью 2020 года. Помада Rouge Feminist от Vivienne Sabo в оттенке 01. Jean, Joan, что-то вроде того. Это классный оттенок гнилой сливы. Ну нет, не знаю, как его назвать, но он потрясающий. Он вроде как и сложный. И кто-то скажет, что, ой, ну нет, он там какой-то мертвящный. Нет, я вам скажу, что он выглядит адекватно. В том-то и дело, что он добавляет вам плюсов к внешности. Даже согласно каким-то стереотипам и канонам. И в то же время он смотрится так, что вы им гордитесь. Ну то есть тем, что вот это такой сложный, какой-то интересный оттенок. Как вы уже поняли, эту помаду я оставляю. Она не старая и она мне действительно нравится. О, боже. Но единственное, что я скажу, что она гелевая. То есть она гелевая, кремовая, поэтому не ждите от нее стойкости. И следите за тем, чтобы не убежала за контур. У меня не сильно убегает, но не знаю почему. Это, наверное, еще зависит от того, какие у кого губы или еще как-то. Следом помада от бренда Lilo. Mat & Me. Или Mat Me, по-моему, она даже называется. Но здесь есть маленький значок End. Поэтому я так и говорю. Помада свежая. Честно, я думала, она меня больше будет вдохновлять. А она как-то, ну вот, никак. Потому что меня обезет аромат. Вот честно, аромат китайской какой-то матовой помады. Хотя бренд белорусский. Что тут к чему, не знаю. Но так как помада новая и по цвету она приятная, я ее все же пока что оставлю. Блеск для губ от Maybelline Lifter Gloss на девятом оттенке Tapas. Тоже новый. Нравится он мне, неплохой блеск. Я его посвочу, потому что я знаю, я помню, я вам недавно его показывала. Я хочу совместить его с блеском от Eloi, который у нас тут следом будет. И что вот я хотела сказать. Вот у меня есть блеск космический от Eloi. Тон 1 Андромеда. Он прикольный очень, конечно. Ну как, знаете, я его в свое время ругала на рекоменде. Он меня не впечатлил абсолютно. Но в искусственном освещении он, конечно, выдает неплохо так перлы. Однако носила-то я его больше по дневному. По дневному он очень скромный, очень какой-то неандромедный. Поэтому, поэтому, что мне с ним делать? Но, знаете, я его все же пока что оставлю. Следом идет помада от Essence. Старенькая, наверное, одна из первых моих помад от Essence. Даже вот по упаковке замусоленной просто видно, что помада пожила огонь, воду и медные трубы. Как видите, да, я хорошенько ею попользовалась. Она очень интересная. То есть, это тоже гелевая помада. Приятная. Мне нравится ее и финиш, и то, как она себя везет на губах. И она даже вкусная. Тем не менее, пора мне с ней распрощаться, потому что она уже непростительно старая. И вишенка на торце это блеск от Элуи из Лимитки. Хотя они до сих пор поддаются. Кого мы обманываем? Юникорн Кис. Юникорн Кис как бы обещает, что будет выдавать цвет как PH кожи. Там, знаете, взаимодействовать с ним и так далее. Но на самом деле, по-моему, он на всех выдает цвет человека, который объелся черники. Из-за этого многие не любят. И я, в принципе, не то чтобы в том же числе, я его какое-то время носила. Но давно-давно уже перестала его носить. И я понимаю, что я не буду его носить дальше, поэтому пока блеск. Я ошиблась насчет вишенки, потому что вишенка у нас последняя, то есть, позиция. Это блеск-плампер от Лило. Да, это ведь Лило? Да, Лило. Который я оставляю, потому что он свеженький. И его еще можно вполне себе поносить. И пострадать от того, как он печет губы. Ну вот, я хочу как-то подытожить, что у нас получилось. А у нас получилось освободить маленький органайзер на 9 ячеек. Здесь еще 3 пустых ячейки и 1 пустая большая ячейка. Это прям успех. Потому что до расхламления у меня некоторые помады просто не влазили в органайзеры. То есть, на самом деле, тут еще больше должно быть свободных мест. Так что спасибо вам большое. Спасибо YouTube-каналу и зрителям. Без вас я бы не решилась на расхламление. Я бы дальше сидела с этим хламом, которым я уже не крашусь, но который мне было бы некомфортно выбрасывать. А тут, вот видите, как это все мотивирует. Я думала о том, что мне делать с помадами от Pin Up Luxe Visage. То есть, я там пыталась в начале видео еще сказать, что я их, может быть, оставлю. Но нет. Сейчас я поняла, что они уже свой срок отслужили. Отслужили хорошо. Я буду о них помнить. Но сейчас им пора отправляться на покой. Если видео понравилось, то, конечно же, я буду рада, если вы поставите палец вверх. Я буду рада любым комментариям. А особенно добрым комментариям. Или пока не хейтерским. Но тут уж как повезет. Я хочу вам пожелать прекрасно себя чувствовать. Независимо от того, расхламляетесь вы или копите у себя что-то. Помните, что в любом случае это никак не влияет на то, какой вы человек. И вы, на самом деле, хороший человек. Даже если вы собираетесь о какие-то штучки-дрючки. И на этой ноте я с вами прощаюсь. И, конечно же, прощаюсь ненадолго, потому что скоро мы увидимся снова. Пока-пока.